Теперь перейдем к семейству Y-моделей. Обычно про них мало пишут в учебниках и на обзорных сайтах, а напрасно. Вот чем их особенность. Согласно оппонентной теории, несмотря на то, что наши глаза воспринимают излучение трех основных частот, которые мы условно называем красным, зеленым и синим цветами, наш мозг предпочитает другую схему восприятия, канал яркости и два цветоразностных канала, красный-зеленый и синий-желтый. В разных моделях эти каналы называют по-разному. Но в наиболее нас интересующей модели, используемой в компьютерной графике, это CB и CR. А канал яркости Y. Получается модель со сложным названием Y-CB-CR. Когда рисуют эту модель условно, то канал яркости обозначают белым, а цветоразностные каналы, соответственно, синим и красным. Легко запомнить, потому что получается флаг России. Запомнить пары цветов в цветоразностных каналах тоже несложно. Такие цвета имеют флаги Белоруссии и Украины. Никакой политики, просто удобная ассоциация. Теперь-то вы их точно не перепутаете. Y-CB-CR это современная модель, используемая в компьютерном представлении, графике и видео. Сначала вернемся в прошлое. Там нас ждет ЮФ. Речь о телевидении. Когда-то оно было черно-белым. Но в середине 20 века, когда черно-белое вещание уже было вполне развито, началось создание цветного телевидения. И здесь в пору вспомнить, что мы знаем о спектре. Телевидение работает в диапазоне ультракоротких волн. Он не очень широкий, а вот повещать там что-нибудь желающих много. Пока шло вещание черно-белых программ, все было понятно. Выделялась одна широкая полоса частот для передачи канала яркости, и еще одна узкая для звука. Фактически это две разные передачи, и на старых радиоприемниках можно было ловить звуковую дорожку аналоговых телепередач. Теперь вдруг понадобилось передавать цветное изображение. Камеры и все оборудование работают в РЖБ. Электронно-лучевая трубка телевизора тоже. Представьте себе, что нам теперь понадобится передавать втрое больше информации. К тому же возникла вторая проблема, тоже не менее важная. А что делать со всеми уже имеющимися телевизорами? Они же по тем временам стоили очень дорого. И при передаче в РЖБ получится, что владельцу черно-белого приемника придется выбирать, какой канал смотреть, красный, зеленый или синий. Чтобы решить обе проблемы, инженеры посмотрели материалы предыдущих лекций и пришли к простому элегантному решению. Если камеры и телевизоры работают с цветом так же, как глаза, то все, что между, пусть работает как мозг. Пусть цвет будет отдельно от цвета. Что таким образом удалось решить? Первое очевидно. Владельцы старых черно-белых телевизоров как смотрели канал яркости, так и продолжают его смотреть. Они просто не подозревали, какие передачи цветные, а какие черно-белые. А дальше менее очевидно. Как надо было передавать все три канала вместо одного, так это необходимости осталось. Эту проблему сходу не решили. Но здесь главное не количество каналов, а их ширина. В радиопередаче нет понятия битрейта или объема данных, там есть полоса частот, что в сути не меняет. Чем больше надо передать информации, тем шире должна быть полоса частот. А что мы помним про мозг? Что для мозга свет важнее, чем цвет. Ну вот и оставим свет как есть, а канал цветности сожмем. Пусть эти каналы будут менее информативными, зато в итоге цветные составляющие, так называемые хромоканалы, удалось уместить в высокочастотные части полосы уже существующих телевизионных каналов. Итого вторая проблема тоже была решена. Вот для этого и использовалась цветовая модель, соответствующая ей цветовое пространство ЮФ. А также все близкие этой модели. Способ вырезания ширины канала с сокращением информации о цвете называется цветовой субдискретизацией. Общая суть ЮФ такова. Есть плоскость цвета, определенная двумя компонентами, обозначенных У и В. Есть перпендикуляр, яркость. Таким образом формируются цвета в этих моделях. Вернемся в современность. Есть цветовые модели YPBPR и YCBCR. Первая применяется в аналоговом компонентном видео, а вторая в цифровом. По сути YCBCR это растянутая версия ЮФ. То есть не будет совсем уж ошибкой назвать все эти модели ЮФ. Разница состоит в том, что на практике ЮФ это про аналоговое телевидение и видео, а YCBCR это про цифровое. И она более емкая. Как и HSV, эти модели легко переводятся из RGB и обратно. И это необходимо, так как любая телепередача начинается в RGB, поскольку именно так снимает видеокамера. Заканчивается она тоже в RGB, поскольку именно так показывает телевизор. Вот формулы пересчета между RGB и ЮФ. Как видите, ничего особенного, просто сумма и коэффициенты. Потери возможны только на округлении значений. На этом мы закончим разбираться с цветовыми моделями, которые используются в обычной жизни. Остались универсальные, но они имеют весьма специфическое применение. Поэтому пока свежи воспоминания. Вопрос. Как вы думаете, какая модель из всех описанных самая распространенная в графических файлах в мире? И почему? В конце курса мы будем говорить о кодировании графики и видео, и там вернемся к этой теме. Продолжение следует...